Существует один принципиальный вопрос о роли президента, основной его миссии. Президент должен быть гарантом единства народа, который возглавляет. И основной миссией его состоит в том, чтобы призывать народу к единству и тем самым осуществлять политику, которая отвечает в целом интересам всего народа. В данном случае возникла проблема, поскольку президент Бакиев является еще и председателем партии, то мы заметили на протяжении последних трех лет, он навязывает вопреки Конституции и вопреки закону, навязывает государственным органам идеологию и политику одной партии Абжол. Таким образом возник опасный прецедент, когда для действующего президента народ делится на две группы. Это, значит, члены партии Абжол и не члены партии Абжол. Члены партии Абжол, значит, являются, по его мнению, его родными, близкими, о которых он должен беспокоиться, а другие, они являются для него, значит, ну, по существу, неприятелем. И таким образом, видите, он даже в своих некоторых речах позволяет такие вещи, когда говорит, что те, кто не видит успехи его политики, их нужно отправлять в клинику космонкового. Видите ли, таким образом действия нынешнего президента наносят серьезный ущерб единству кыргызского народа. Ни в коем случае в соответствии с Конституцией нельзя навязывать политику одной партии государственному управлению. В данном случае это происходит. Поэтому я решил обратиться в суд Конституционный по этому вопросу и дать толкование, потому что я считаю его принципиально важным. Перед выборами как эта ситуация может отразиться, что он является действующим членом партии? Ну, он по существу продолжает, значит, проводить жизнь идеи одной партии Абжол. И, значит, рядом с ним присутствуют члены этой партии и так далее. Но в Кыргызстане много политических партий, президент не должен таким образом нарушать единство народа. Он должен быть символом. Я считаю, что президент, как только изберется, он должен, значит, любой президент, так, как только изберется, он должен сразу представить свое членство партии и не быть ни в какой партии. Не участвовать в работе этих партий, значит, в работе какой-либо партии, а всецело проводить действия, курс, который отвечает единству и целостности кыргызстанского народа. А если Конституционный суд решит, ну, в вашу сторону примет решение, как дальнейшие действия, какие будут дальше? Что от этого изменится? Я считаю, если Конституционный суд примет во внимание мою точку зрения, значит, это будет один шаг по пути укрепления единства народа и, значит, несмешивание деятельности государственного органа с партийной деятельностью. Это будет очень хорошим началом. Если нет, то они будут способствовать деструктивной политике. Я это так понимаю. Спасибо большое. Спасибо вам.